Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Вот давайте на этом закончим. И посмотрите, Господь описывает церковь, ее состояние. И вообще, вот мы проходим эти занятия, вот, и вот этот текст, или вот эти послания к церквям, они как бы показывают нам состояние церкви, какой церковь должна быть, или какой церковь не должна быть. И вот он написывает здесь, он первое, во втором стихе он говорит, «Знаю твои дела». Вот это важно понять, что Бог знает наши дела. И знает дела церкви. И как здесь? Труд твой. Смотрите, какие качества. Это и труд твой, что ты трудишься. И терпение твое, что немаловажно, да? И то, что ты не можешь сносить развратных. Вот это тоже такое хорошее качество мы видим в глазах Бога. Не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. То есть, и борешься с лжеучениями, проходишь через это, борешься. И много переносил. То есть, какие-то трудности. Имеешь терпение. И написано, и для имени моего трудился и не изнемогал. Вот представляете все вот эти качества? Хорошее качество. Отличные качества. То есть, он характеризует или показывает церковь. Он говорит, вот церковь, она в таком положении. И мы смотрим, ну идеальная церковь. И трудится. И для имени немало сделала. И лжеучителей испытывает. И развратных, значит, не переносит, не сносит развратных. И терпение имеет. Все. Ну посмотрите, что говорит. Но против тебя имею то, что ты оставил первую любовь. И говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. То есть, и продолжай делать те дела, которые ты делаешь. То есть, церковь делает эти дела, но без первой любви. И он говорит, это неправильно. Мне это не надо. Остановись. То есть, покайся и продолжай делать прежние дела. А если не так, то я сдвину тебя. То есть, я не буду хранить тебя. То есть, понимаете, он говорит, в церкви в таком случае ее не будет. Вот что для Бога важно. Вот представляете? Или посмотрите. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. Он пишет в Сардийскую церковь. Говорит, и ангелу Сардийской церкви напиши. Так, говорит, имеющий семь духов Божих и семь звезд. Знаю твои дела. И ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Страшное послание. То есть, ты будто жив. То есть, как вот мертвый и живой человек. Мы же можем определить, да? Ну, как определить живого или мертвого? Да? Лежит. А здесь, смотрите, мертвый движется в глазах Бога. Мертвый делает что-то, совершает. То есть, оказывается, можно быть духовно мертвым, делать что-то даже, совершать какие-то. Он говорит, ты думаешь, что ты живой? Носишь имя мое, думаешь, что ты живой? Говорит, знаю твои дела. Ты носишь имя мое. То есть, он даже носит имя. Он говорит, я христианин. Крест, все. На доме крест висит, все. Или на груди. Я христианин. А он говорит, ты думаешь, что ты живой, а ты мертв. Вот внутри нас, внутрь себя и внутрь церкви мы должны заглядывать. Что наши дела, прежние поступки, которые мы совершали там, наши добрые дела, да, то, что мы делали, они как такового не защищают нас, не охраняют нас. Потому что для Господа, здесь мы видим, Ему нужна что? Первая любовь. Первая любовь. А что значит первая любовь? Вот он говорит, если ты оставил первую любовь. Вот вспомните свою, самое первое, когда вы полюбили человека. Как это было? Вот я сейчас воображаю, да. Вот я сейчас, я вспоминаю, как я, я порхал, как, ну, я прыгал, я так. Внутри меня было волнение, я что-то делал. Все там, все мысли там, ничего не важно, все там. Там, там, вот это вот любовь первая, все, я все делал, все, все. А потом раз, как бы так, ну, привет там, как дела там, да. Ну, как бы тоже любовь, но ведь эта любовь, она, ну, она не первая уже. Понимаете? Вот, и я хочу такой вопрос затронуть. В книге Откровения там написано, что у Господа глаза, как пламень огненный. Это важно понять. И Бог, Он видит, Он знает. Он прожигает своими глазами, Он знает нашу жизнь. До глубины души, до глубины сердца. И мы можем пред людьми слукавить. Пред людьми мы можем какие-то вот делать вещи правильные. Но Бог знает глубины. И для Него важно не только то, что ты носишь доброе. Ему важна вот та глубина. Потому что можно же делать вид, что я люблю свою жену, правда? Дарить цветы и там говорить даже, что я тебя люблю. Ну, а внутри сердцем иметь чувства совсем иные. Вот Господь, вот Он всегда у нас внутрь, Он заглядывает в нас вовнутрь. И Он знает, знает глубины нашего сердца. Поэтому пусть Господь нас благословит. Вот. И еще мне хочется сказать, что есть вещи, именно вот эти вещи, которые лишают церковь, законно называться церковью. И лишают человека, христианина, законно называться христианином. Если в нас, Он показывает, нет вот этой первой любви. Сдвину светильник твой. Ты можешь называться именем. Ты можешь творить добрые дела. Можешь быть таким отличным милосердным. Знаете, вот церковь такая, она одни добрые дела делает. Хорошее все, имя такое. Ее там, вот, церковь не емя. Ее все знают в стране. Но она такая, столько наркоманов спасли, столько добрых дел сделали, там, бедных кормят, там, раздают социальное имя. А Он говорит, сдвину светильник твой, если не покаешься. Почему? А почему? А потому что я не нашел в тебе первой любви. Отпокайся, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни и твори прежние дела. То есть вот эти вещи, имя, добрые дела, то, что ты не сносишь развратных, оно не дает тебе законного права, что ты сохранишься. Первая любовь. Но я не говорю не о спасении сегодня, я говорю о церкви. Об истинной церкви, какой она должна быть. И вот сразу мы в конфликт входим. Что нужно гореть. Вот человек, который имеет первую любовь, он горит. Горит. И человек, который находится в правильном положении, он горит для Бога. Тот горит для любимой девушки или там для любимого парня, первая любовь. А здесь речь идет о том, что мы горим для Бога. Понимаете? Можно ведь что-то делать и не гореть. Вот как, Лен, ты на кухне? Можно же не гореть. Вот опять сейчас я рутинные дела пришла, воды налила, заварила. А можно гореть. Вот сейчас они придут, эти мои дорогие там бездомные бродяги. Я сейчас их супчиком накормлю. И хочется. И она горит. И потом она с этим огоньком так им еще там песню споет. Скажет, что ж вы, мужики, да, женщины, там сидите в этих конурах своих. И у них ложка выпала изо рта. Они слушают ее. И плачут потом. Понимаете, про что я говорю? Вот гореть. Вот если мы не горим, как церковь, мы не имеем права называться церковью. Он говорит, какие бы ты добрые дела не делал, но если ты не горишь, вот даже, даже, это любое служение брать, любое, в котором мы находимся, как христиане. Даже если я говорю человеку о Христе, проповедую на улице, и не горю, кому? Сдвину светильник. Понимаете? Вот это горение.